Постановку «Щенок Арти» показывает младшая группа. На сцене оживают напольные куклы, которые как бы продолжают движение человеческого тела. Ребята повзрослее подготовили марионеточный спектакль «Круть и верть» – история ленивых, но не безнадежных по своей природе мышат. Что-то стало плохо мне, зубка мне. Живот болит. Вроде начал себя прорыхит. Мы являемся филиалом Дворца культуры имени Павла Ткаченко. Занимаются у нас 15 малышей. Все разновозрастные – с 6 лет до 14. В следующем году нам будет, как мы предыка, 20 лет. В следующем году у нас юбилей. А вообще 40 лет в следующем году этому театру. Мария Ковалева – потомственный кукловод. Ее мама Татьяна Ивановна училась у самого Образцова и долгие годы до самого ухода из жизни руководила театром «Щелкунчик». Дочь возглавляет коллектив уже третий год. «У меня два образования. По-первых, я художник-реставратор, а по-второму – актриса театра и кино. Я родилась в театре, выросла в театре. Я не смогла бы стать другой. У меня с детства было театральное образование. То есть меня воспитывали. С кровью вошел в театр в моей жизни». Кукла сама по себе не играет на сцене. За нее это делает артист. В человеческих руках она оживает и наполняется движением и эмоциями. Чтобы оживить куклу, надо и самому быть прекрасным актером. Потому малышей сначала учат всем о зампрофессии – актерскому мастерству, технике речи, вокалу, пластике движений. И уже потом дают в руки кукол и учат кукловождению. Высшее мастерство для кукольника заключается в том, чтобы грамотно управлять марионеткой. Но чтобы приступить к этому ответственному занятию, надо как минимум дорасти до 9 лет. А пока малыши помогают на сцене ребятам постарше. Сами выступают в роли куколок. «Пока мы котята, мы пока не работаем куколки, но в следующий раз мы будем работать куколами». «Нам наносила краску режиссер Маша. А потом она сделала нам ушки, хвостик хорошенький. А мне черные ушки и черный хвостик». Как и любое искусство, кукольный театр учит быть добрым и ценить дружбу. А тот, кто управляет куклой, не находится в тени, а руководит главным процессом действия на сцене.